В здании 12 коллегий прошел шахматный турнир имени Спасского. В состязании приняли участие 38 шахматистов разных возрастов. Борис Васильевич Спасский, выпускник СПБГУ, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер и двукратный чемпион СССР. Шахматные турниры в каком-либо формате они всегда проходили. Это традиционно. Борис Васильевич эмигрировал во Францию. И в 2012 году он вернулся в Россию. И нам удалось с ним связаться. И с 2013 года вот такого рода турниры мы спросили его разрешения проводить его именем. И естественно мы объединили сюда и студентов, и сотрудников, и абитуриентов, и наших школьников гимназии. И вот получилось такое шахматное сообщество интеллектуалов, универсантов. Не важно, что они маленькие, потому что многие здесь ребята, которые играют, это дети наших сотрудников. Поэтому все связано с университетом. Несмотря на юный возраст, участники не дают возможности превзойти себя взрослому поколению. Здесь все на равных. Ведь у каждого участника за плечами большой опыт и свое видение игры. Мне нравится играть не по шаблону. Вот среди чемпионов мира, например, был Капабланка, который был чисто интуитом. То есть есть такое понятие, когда человек особо не запаривается, когда разбирается и предыдущей партии, а больше играет интуитивно. И собственно ворвать шаблоны, это интересно, смотреть за реакцией соперника. Я не привык играть именно с какими-то незнакомыми людьми. То есть я привык играть там в клубе и со своими друзьями. Но не на каких-то турнирах, а это все в новизме. Шахматы, стратегическая игра и бизнес, или личные отношения, или ваша собственная жизнь очень напоминают шахматы. Вы выстраиваете стратегии, вы ищете преимущества, нащупываете слабые места вашего противника, согласитесь. Находите сильные позиции, на которые вам желательно встать. И таким образом выигрываете партию или успех в бизнесе, или в жизни. В этот раз призовые места распределились следующим образом. Первое место – Искандер Насибулин, студент третьего курса Института наук о земле СПБГУ. Второе место – Дмитрий Дмитриев, выпускник Института философии СПБГУ. И третье место – Денис Порсев, студент второго курса Математика механического факультета СПБГУ. Организаторы отметили, что в этом году из-за коронавирусных ограничений количество участников было сокращено до 50. Поэтому цифры в 38 игроков довольны и считают, что в период пандемии это уже серьезное массовое мероприятие. Ксения Мошинская, Денис Осин, Медиа-центр СПБГУ.